Диски уже нужно было давным-давно сменить. Резинки обязательно нужно брать, потому что с резинкой просто резинку порвать. Попал. Желание клиента для нас закон. Добрый день, компания OMZAP. Сегодня к нам приехал Kia Sportage 2008 года. С двухлитровым бензиновым двигателем G4GC. В принципе, по двигателю у нас проблем здесь особо нет. Мы будем просто менять масло, замену тормозных колодок передних и также замену задних тормозных дисков вместе с колодками. Из дополнительных работ будет только съем, установка защиты. В принципе, работа несложная, но мы все равно вам покажем, что как делается. Поэтому приступим. Субтитры сделал DimaTorzok. Попал. Ну что, в первую очередь мы поставили сливаться масло. Пока оно будет стекать, мы займемся тормозными колодками и дисками. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, колодочки, в принципе, как мы видим, практически новые. Но клиент, пожалуй, все-таки сменить. Он собирается в какую-то дальнюю поездку и захотел поставить совершенно новые колодки. Поэтому желание клиента для нас закон. Эти мы колодки ему в коробочку сложим, положим в багажничек, а новые установим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колодочки передними мы закончили. В принципе, масло у нас тоже довольно-таки неплохо стекло. Уже даже капать практически перестало. Поэтому мы сейчас закрутим пробочку, поставим масляный фильтр и защиту обратно прикрутим. И после этого займемся задними тормозами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну так что, нам осталось заменить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, это процедура довольно-таки несложная. Ну, для опытного мастера уж точно. Для неопытного, ну, в принципе, тоже, я думаю, любой с этим справится. Что для этого нужно? В первую очередь нужно свести колодки ручника, так как диски задние, задние, в них, внутри находятся барабаны. Барабаны ручного тормоза. Вот тут вот, вы видите, стоит суппорт, это основные тормоза. А внутри барабан. Ну, вы его потом увидите. Вот здесь вот стоит заглушечка. Вот. Мы ее вот так вот подковыриваем, достаем. И там у нас будет регулировочный винт, разводящий, сводящий тормозные, вернее, колодки ручного тормоза. Где-то он вот тут у нас находится. Вот так заводим туда отвертку и путем вот таких вот процедур подводим, либо разводим колодки. В данный момент я их сейчас свел, видите, диск не двигается. Сейчас в другую сторону мы их сводим. Это нужно сделать максимально, дабы диск легко снялся со ступицы. Пока винт крутится, мы его крутим. Все, видите, он свободно крутится. В следующем мы снимаем суппорт тормозной. Для этого нужно чуть-чуть сжать тормозной поршень, чтобы можно было его оттуда достать. После этого берем ключик на 14. Он такой большой, длинный, чтобы сильно не напрягаться. И отпускаем болты. Главное их сорвать, крутятся они свободно. Ну и чтобы не пользоваться всякими приспособлениями для задавливания суппорта, можно просто его вот так отвести в сторону, в одну сторону только. И с помощью отвертки его туда задавить на его исходное положение. Поршень ходит более-менее свободно, поэтому даже профилактика не нужна. Вот видите, он на месте на своем стоит. Дальше. Дальше мы смотрим, что у нас в колодке здесь почти закончились. И износ, в принципе, совершенно неравномерный. А знаете почему? Потому что вот эти вот пальцы, вот тут вот они, вот один вот, видите, свободно ходит. Это направляющая суппорта называется. У нас верхняя ходит свободно, а нижняя вообще не двигается. То есть мы сейчас снимем полностью скобу и будем как-то пытаться привести ее в чувство. Ну перед этим еще нужно как-то колодочки оттуда достать. Сидеть на ней тоже довольно-таки крепко. Внутренняя колодка, в принципе, более-менее еще целая. Неравномерная, я смотрю, съела больше. Она, видимо, зажата. Будем выбивать ее после. Сначала снимем скобу. Скоба у нас тоже крепится на двух болтах. Тоже под 14-й ключик. В принципе, такой же, как и у суппорта. Чуть сорвали. Дальше уже она пойдет свободно. Так, ну и все. Вот она, скоба. Колодка, видите, это изношено гораздо больше. И она не двигается совершенно. Поэтому она изношена так сильно. Сам диск, видите, вот здесь красное напыление на нем. Это говорит о том, что он очень сильно перегревался. Возможно, даже бил по педали. Причиной этого стал вот этот вот палец. Пыльник на нем как-то закручен непонятно. И он не двигается совершенно. Будем пытаться как-то его расшевелить. Но пока снимем диск тормозной. Диск тормозной, в принципе, нас уже ничего не мешает снять. Кроме еще двух болтиков. Они вот здесь вот находятся. Грязью прибило. Это два болтика под ударную крестовую отверточку. Снимается вот таким вот способом. Несколько раз удалили крестовой отверткой. И он свободно выкручивается. Свободно диск. Ну, кстати, нам повезло. Обычно свободно диск не снимается. Но для этого что можно сделать? Вот сюда вот в эту часть бьем молотком. И он отстает от ступицы и отваливается. Ну, здесь у нас все вообще шикарно. Все, диск уже выпал. Смотрите, какая выработка. Смотрите. Диски уже нужно было давным-давно сменить. Хотя, с другой стороны, выработка меньше. Видимо, это еще могло произойти из-за того, что зажат как раз этот палец. И колодки свободно не двигаются. Поэтому не забывайте делать профилактику тормозных механизмов, дабы этого избежать. Колодки ручника у нас в хорошем состоянии с этой стороны. Видите, износ даже половины нету. Естественно, что здесь все пыльно-грязно. Но мы это сейчас все почистим, продуем. Как бы винт регулировочный тоже свободно ходит. Тоже мы его помоем. Продуем, прочистим. И будем собирать обратно на новом диске. Тоже важный момент. Нужно не забывать чистить ступицу, посадочное место и под диск колесный, и под диск тормозной. Потому что, если этого не делать, допустим, если не почистить посадочное под тормозной диск, может быть биение на педаль тормоза. Если не почистить ступицу под колесный диск, то, естественно, будет биение вибрации на ходу. Это наши новые диски тормозные. Здесь, кстати, важная информация для тех, кто всегда сомневается, какой же должен быть размер диска. На каждом новом тормозном диске сбоку написано минимальный. Вот он, минимальный размер данного диска. Это 8,4 миллиметра. То есть, его толщина где-то 10 миллиметров. Здесь, в принципе, все почистили, продули. Кистота залог к исправности механизмов любых. Теперь, в принципе, можно собирать все в обратном порядке. Ударная отвертка откручивается только на... Ну, то есть, только на откручивание откручивается. После чего можно, в принципе, устанавливать скобу. Но нам ее вначале нужно привести в порядок. Нужно что-то сделать с этим пальцем, который не двигается. И, естественно, нужно почистить прижимные пластинки и под ними. Потому что под ними очень часто... Смотрите, видите, какая здесь коррозия. Из-за этой коррозии колодки в них просто-напросто не двигаются. Они стоят в клинии, либо идет неравномерный износ наискось, либо просто они не шевелятся. Вот как было в данном случае. Хороший знак. Смотрите, в каком он плачевном состоянии. Это говорит о том, что его либо никогда вообще не смазывали, либо смазывали, но какой-то неправильной смазкой. Потому что смазка для этих пальцев, она специальная. Она высокотемпературная, которая не теряет свои свойства при изменении температуры. Тут мы видим, что она либо сгорела, но не сгорела. Скорее всего, она просто перемешалась с грязью и пылью и просто высохла. Делать это нужно регулярно, потому что такая вот беда происходит. Просто портятся диски и колодки. В принципе, более или менее в порядок нам получилось привести эти пальцы. Пыльники нам, может сказать, повезло. Выжили. Мы, конечно, все равно владельцу порекомендуем их при следующей замене колодок заменить. Потому что вот данный, видите, он такой пожеванный. Ну, еще он в колодке точно отходит один комплект. Пальцы, наверное, тоже посоветуем поменять. Потому что вот он, видите, внутри как раковинами от коррозии покрылся. Работать-то он будет, но... Таль уже не особо надежная, а с тормозами шутки, как говорится, плохи. Почувствуете разницу, как говорится. В принципе, эти пластинки тоже есть новые. При желании их можно сменить. Обычно заказывать их, к сожалению, нужно заранее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в принципе, все. Масло у нас в уровне. Так сказать, ремонт данного автомобиля на сегодня окончен. Так что, если вам все понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Приезжайте к нам обязательно на ремонт. Даже, наверное, не на ремонт, а на обслуживание. Ремонт обычно подразумевает под собой какие-то страшные, серьезные вещи. Поэтому желаю вам только обслуживания. И будем рады вас видеть в нашем автосервисе.